Вы смотрите отзыв об отеле Пала Спинеда. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Vertigo, который был в нем в 2010 году. Очень удивило наличие резко негативных отзывов об этом отеле на этом сайте, правда все они довольно старые, и приятно удивил сам отель. Хотел Пала Спинеда состоит не из двух корпусов, а из третьих. Третий корпус – это корпус апартаменты. Номеры в нем состоят из двух спален, залы с ЖК-32, ТВ-панели и кухни. Именно апартаменты нам предложила русская барышня Наре Цепшн в ответ на вопрос об альтернативе номеру стандарт для семьи с двумя детьми. При этом доплаты не потребовали, просто в начале июня места еще были. По сравнению с двухуровневым номером в соседнем Эстивал Парк у нас было очень просторно. Я часто буду сравнивать эти отели, ибо в Эстивал Парк отдыхали наши друзья и мы частенько там бывали. Правда до первого корпуса, где располагается ресторан, необходимо дойти минуты три, но это не пугало. Кормежка. О, гаспачо. О, каракатицы в собственных чернилах. О, сахарные ребрышки в черносливовом соусе. Кормят действительно очень. Вкусно-вкусная рыба и какие-нибудь моревкусности тоже часто. А шампанское по утрам пьют не только аристократы и дегенераты, но и жители отеля Пала Спинеда. Именно местное шампанское блюдкова скрашивало однообразие европейского завтрака. Если у вас выбрано все включено, желтый браслет, то местные недорогие, но отличные вина, литровая сангрия, соки или вода детям будут вам предлагаться без доплаты утром в обед и вечером. Также их можно пить в течение дня в баре, закусывая мороженым и запивая виски, колу и так далее. Если у вас утром все включено, то добавляются экзотик-коктейли, ликеры, более дорогие вина, зарубежные напитки и тренажерный зал. Если завтрак-обед-ужин или завтрак-обед, то за напитки придется платить. С собой проносить нельзя. На мой взгляд, система «все включено» полностью себя оправдывает в этом отеле. Пляж Море. Все пляжи Испании муниципальные, то есть отелей со своими пляжами не существует. То есть, хоть у вас там трижды все включено, если будет желание полежать на пляже на лежаке, к вам подойдет работник пляжа и потребует денег. Мало того, если на лежаке или без зонова вы захотите полежать по тентам, с вас опять будут требовать денег. В качестве противоядия от бесконечных поборов купите комплект из зонтика за 10 евро. Устройство для крепления его в песке, такой буравчик за 3 евро, и подстилки за 2-4 евро и вопрос решен. Так поступает большинство посетителей пляжа. Пляж из мелкого песка, который каждый день ровняют и чистят. На пляже всегда в течение дня сидит на своем месте спасатель. Пляжу идти через дорогу. Это касается всех отелей Лапинеды, так как пляж один на всех, но толкотни. Нет, он огромный. По пляжу курсируют чернокожие корабейники, я их назвал Бонни М, уж больно похожи, и втюхивают пляжникам часы, очки, ремни, сумки, летние сарафаны и футболки и негритянские косички. Другая группа вьетного Тайцеев, не такая многочисленная, как Бонни М, замахивает предложениями сделать массаж прямо на пляже. И те, и другие боятся полиции. Море чистейшее и мелкое, дно пропадает метров через 60, для детей идеально. Погода и климат. Лето в Испании начинается 21-е. До этого срока и вода в море, и погода не всегда соответствует ожиданиям, и может быть холодно в том числе купаться в 19-гадусном море. Но случаются исключения. Зато в такую погоду шикарно ездить на экскурсии. Про анимацию, днем танцы в бассейне. Вечером мини-диско ведет одинокий испаноязычный аниматор, бегающий от аппаратуры, переставляя песни, к детям. На мини-диско мы с детьми ходили в соседний эстивал парк, благо никто не препятствовал. Там три более живых аниматора и интереснее у них получалось. Вечерняя программа интересная, то китайский цирк, то песни, то оригинальный жанр, то фламенко. Ну и всякие там мисс и мистер Палас Пенеда тоже имеют место. По поводу туристической инфраструктуры. Представьте, что вы испанец, решивший посетить Россию и поселившийся где-нибудь в Химках. Решили вы в Москву на экскурсию самостоятельно съездить. Русский язык не знаете. Выходите вы на остановку, а вас там встречает человек, и на чистом испанском рассказывает вам подробности вашего маршрута, расписывая какой автобус куда идет с указанием цен, и вручением бесплатного буклета на вашем языке того места, куда вы собрались. Фантастика, скажете вы. В Лапенеде именно так, только по отношению к русским. Я имею в виду государственную транспортную компанию Плана. Русских здесь стало много и туристическая инфраструктура мгновенно отреагировала. Испанцы активно учат русский и нанимают русскоязычный персонал. Вообщем ездить в близлежащие города просто и интересно самостоятельно, просто изучив заранее приобретенный путеводитель. Карагоны, Реос, Салау, Камбрилс, ну и конечно красавица Барселона. Понятно, что отельные гиды всячески пытаются очернить любые экскурсии кроме своих, но я думаю, что не стоит пренебрегать альтернативой, если она есть. Пугают тем, что они не ждут опоздавших туристов, но они сами тоже не ждут. Обычная европейская точность, если сказано, что автобус уходит в 17 часов ровно, он уедет в 17 часов ровно, не дожидаясь, пока кто-то из туристов посетит еще пару этажей универмага. Если сравнивать Палас Пенеда и Стивал Парк, то последний значительно крупнее, он занимает большой квартал и имеет много корпусов и целую улицу отдельных строений с номерами и апартаментами. Сам отель нам показался чуть более помпезным, питание на одном уровне с Палас Пенеда, уровень анимации значительно выше в Стивал Парк. Народу в соответствии с размерами отелей значительно больше в Стивал Парк. Палас Пенеда нам показался уютнее. Тинистные корты и футбольное поле есть у обоих отелей. Вай-фай интернет в Палас Пенеда бесплатный и без логинный, в Стивал Парк не знаю, но логиниться надо. Ну и в заключении, отправляла нас Светлана из турагентства Астралябия, ездим с ней много лет. Про принимающего туроператора Хока Тревел ничего сказать не могу, ни хорошего, ни плохого, все обычно. Раз в день гид Лариса приходит в отель и ей можно задавать вопросы. В Стивал Парк, к примеру, русскоязычные гиды туроператоров всегда дежурят в поле, но там и отель несоизмеримо больше. Авиакомпания Вимавия положительных эмоций не оставила. Обратный рейс должен был быть в 20 часов ровно, рейс отложили на 200 ночи, в результате улетели в 400 утра, примастившись на креслах в зале ожидания с двумя детьми. А в остальном, все здорово. Ну вот собственно все, спасибо за внимание. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.